РАДИО НВР РАДИО НВР РАДИО НВР РАДИО НВР Нет, это были люди даже не в милицейской, а в военной форме, которые тоже там присутствовали, с одного из флангов заходили эти военные, они меня почему-то выдернули и провели через это, не знаю почему они вдруг меня решили выдернуть. Но вот эта история с огромным количеством задержанных, с огромным количеством арестованных, конечно, очень показательна. Почему именно 2010 год стал началом такого большого количества репрессий? Почему именно в 2010 году режим белорусский повернулся не тем местом к журналистам, которым стоило бы поворачиваться в демократической стране? Ну, в общем-то, Беларусь всегда была диктатурой до 2010 года. Все выборы фальсифицировались, и Лукашенко, в общем-то, не являлся легитимным президентом к 2010 году. И, в общем-то, и журналистов в Беларуси убивали до 2010 года, и соперников Лукашенко, политиков, включая бывшего вице-спикера Верховного Совета, министра внутренних дел. Все эти люди были убиты. И накануне выбора в 2010 году был убит в том числе и основатель сайта Харти-97 Олег Бибенин. Вот. Но именно выборы 2010 года, они показали самому Лукашенко, насколько он непопулярен среди людей. Он проигрывал, зачастую эти выборы. Напомню, что тогда, в общем-то, по подсчетам независимых наблюдателей должен был состояться второй тур, который должен был выходить Андрей Санников, кандидат от оппозиции. Ну и вот узнав реальные цифры, то есть вот это узнав отсутствие народной поддержки, увидев людей на площади, Лукашенко просто от страха дал приказ жестоко расправляться со всеми участниками этой демонстрации. Были арестованы практически все независимые кандидаты в президенты, члены избирательных штабов, вот, журналисты, вот, включая меня. И потом эти люди многие получили большие сроки. Вот, недавно как раз, одним из последних вышел на свободу Николай Статкевич, который вот сейчас объявил о намерении снова баллотироваться, идти в президенты. Он провел пять лет в тюрьме. Андрей Санников провел полтора года в тюрьме. А другие кандидаты отсидели там до полугода в тюрьмах. Поэтому, в общем-то, такой прошелся очень серьезный каток репрессий по оппозиции именно тогда, после 2010 года. Что сейчас из себя представляет белорусская оппозиция? Насколько она вот сильна? Насколько она консолидирована? Что она может противопоставить режиму? Ну, вот сейчас как раз в Беларуси предстоят, тоже предстоит, как и в Украине, двое выборов. В общем-то, они должны пройти в 2020 году, но я думаю, что, может быть, избирательные кампании начнутся и с осени 2019 года. Будут и президентские, и парламентские выборы. Сейчас намерение баллотироваться, идти к кандидатам в президенты объявил один из лидеров Белорусского национального конгресса Николай Статкевич. Это бывший кандидат в президенты, который провел в общей сложности за время правления Лукашенко лет 8 в тюрьме. То есть это был и срок пятилетней тюремной после выборов 2010 года, это были и сроки ограничения свободы, так называемая, химия, и другие аресты. И он такой вот у нас рекордсмен по, скажем так, по арестам, ну человек такой не сгибаемой воли. Вот он вообще офицер и один из родоначальников белорусского, белорусской армии. Вот, и вот он объявил о намерении бороться, идти до конца и начинать освобождение Белоруссии от диктатуры. Понятно, что говорить о каких-либо выборах в том понимании, какие они существуют сегодня в Украине, нельзя, потому что в Беларуси на протяжении 25 лет фальсифицировались все выборы и референдумы. Но о том, что в обществе будут протесты, то, что в обществе начнет, скажем так, активизироваться, то есть это совершенно понятно, что это будет происходить. Потому что сегодня у Лукашенко нет практически никакой поддержки среди населения, то есть 80-90% его сегодня ненавидят, потому что 25 лет в стране диктатура нет, перспектив экономической ситуации сейчас очень тяжелая. Россия не в состоянии субсидировать белорусскую диктатуру, как это происходило в прежние времена. Цены на нефть падают, соответственно, продажи нефтепродуктов из российской нефти не приносят так много прибыли, как в прежние времена, это основная экспортная статья в Беларуси. Поэтому ситуация тяжелая, но в то же время для самого Лукашенко. И, в общем-то, есть сейчас уникальный шанс для самих белорусов все-таки начать выбираться из той ситуации, в которой мы оказались в 1994 году. Если я ничего не путаю, сам Александр Лукашенко говорил о том, что он будет оставаться во главе государства, во главе Беларуси до тех пор, пока его младший сын Коля не будет достаточно взрослым и опытным для того, чтобы встать, занять место отца. Он действительно намерен до самого последнего цепляться за власть, как, я не знаю, не дай бог, конечно, как Каддафи какой-нибудь, то есть вот до тех пор, пока сердце не перестанет биться. Ну, Лукашенко вообще удерживает власть вооруженным путем. Вы должны понимать, что не белорусы его избирают, или даже белорусы... Ситуация такая, что сегодня у нас сотрудников только правоохранительных органов, то есть только милиция, на 100 тысяч населения в 7 раз больше, чем было в Советском Союзе. Можете себе представить? Это маленькая 9,5-миллионная страна. В общем-то, не очень-то маленькая. Не очень-то маленькая, достаточно большая. Но на 9,5 миллионов, то есть такое огромное количество милиции, то есть это не считая спецслужб, да, то есть спецслужб, которых еще где-то примерно 8-9 спецслужб называется в Беларуси. Поэтому, конечно, власть удерживается Лукашенко вооруженным путем. Он, конечно, он болен на власть, он убивал своих оппонентов, да, то есть есть расследование Совета Европы, где утверждается, что по приказу Лукашенко его приближенные, они отдавали приказ устранять политических оппонентов диктатора. Фальсифицируются все выборы, разгоняются демонстрации. Огромное количество людей в Беларуси прошли через тюрьмы, через пытки. Многие не выдержали, многие умерли, в общем-то, после этих отсидок. Вот, поэтому режим-то на самом деле страшный. Это вот, к сожалению, вот даже вот в соседней Украине нет систематического освещения ситуации в Беларуси, поэтому украинцам Лукашенко кажется таким забавным, каким-то там диктатором, поэтому Ляшкова позволяет, кандидат в президенты Украины, позволяет себе говорить, я буду для украинцев таким же хозяином, как Лукашенко. То есть он вообще понимает, о чем он говорит? Он говорит украинцам, я буду, украинцы для вас, таким же хозяином, как был Гитлер, да, то есть вот это вот что. Я могу сказать, что когда мои коллеги узнали, что вы сегодня придете ко мне на эфир, один из моих коллег мне сказал, про Беларусь будете говорить? Там же все прекрасно сейчас, о чем там говорить? Это говорит журналист, да, который обязан сидеть на информации и как бы немножко понимать, что происходит хотя бы в соседних государствах. Ну, это полная некомпетентность. Нет, нет, я сейчас не про компетентность говорю, я сейчас про ту картину, которая сложилась вокруг Беларуси, ведь она же сложилась во многом стараниями, собственно, вот этого государственного аппарата, государственного аппарата пропагандистского в первую очередь. Ведь Лукашенко... Какого? Белорусского? Да, белорусского. Да, нет, о чем вы говорите, понимаете, какой там пропагандистский аппарат? То есть, в общем-то, сегодня проблема-то в том, что о событиях в Украине белорусы узнают из русского телевидения, понимаете? Так. И это создает уже опасность для самой Украины, потому что если идет гибридная война, да, то есть, ну, вот, наверное, одна из ее составляющих – это информационная война. Нужно, наверное, думать о своей информационной политике сегодня в Украине, да, в том числе и направляя информацию о ситуации в стране на соседние государства, включая Беларусь, которая потенциально опасна, поскольку она все-таки находится под фактическим протекторатом России, да, то есть, и, в общем-то, в том числе освещая объективно ситуацию в той же, в российской сатрапии Беларуси, понимаете? Потому что это ненормально, когда сегодня украинцы считают, что в Беларуси жить хорошо, а в то же время вы же должны понимать, что они же знают, что в Беларуси хорошо жить за счет чего? За счет, из-за российских денег, за счет российских кредитов, да, за счет дешевой российской нефти и газа, потому что это же не, нет же никакого белорусского экономического чуда, да, то есть, это же все вот мыльный пузырь, который надувает Россию, потому что Лукашенко не проводит ни реформ, да, то есть, ничего. То есть, Лукашенко, говоря о том, что мы не торгуем суверенитетом, на самом деле только тем и занимается, что торгуют суверенитетом? Безусловно, конечно, в общем-то, это его основной бизнес, то есть, он, да, он торгует суверенитетом, в общем-то, он пришел к власти в 1994 году, его никому неизвестного, там, председателя колхоза, ну, там, да, депутата, его привела к власти, в общем-то, Россия, они сделали ставку на него, вот, именно для того, чтобы удержать Беларусь вот в своем фарватере, поэтому, как бы, и на протяжении всех этих лет, 20 лет, 25 лет диктатуры, они его и финансировали, вот, то есть, Беларусь, это сегодня, ну, фактически, как дотационный регион России сегодня. А можно ли утверждать, не будет ли это ошибкой, говорить о том, что Лукашенко это, по большому счету, марионетка Путина, марионетка Кремля, или у него есть какая-то, какая-то своя свобода действий, какой-то круг тех вещей, которые в Кремле не лезут, разрешают ему какую-то, вот, самостоятельность? Я считаю, что это абсолютно марионетка России, в общем-то, все остальное, это больше спектакль на публику, да, ну, вот он может играть из себя, там, некого, там, хозяина положения, но реальность показывает, что он все равно едет в Москву, унижается, ползает на коленях перед Путиным, выпрашивает, там, очередные кредиты, очередные поблажки, вот, он сейчас пытается обойти вот этот нефтяной налоговый маневр, да, то есть, вот, в Москве он абсолютно жалок, потом он может, да, там, перед журналистами где-то выступать, там, что-то там, позволять себе какие-то высказывания, но на деле это все, ну, в общем-то, это просто спектакль, не более того. Поэтому, когда сегодня, конечно, руководство Украины ездит, встречается с Лукашенко и верит в какие-то его, там, заверения, да, ну, то есть, это выглядит смешно, вот, я не думаю, что на самом деле руководство Украины настолько глупое и наивное, что оно верит Лукашенко. Я думаю, что, скорее всего, здесь имеет место, может быть, какие-то коррупционные схемы, да, то есть, может быть, через Лукашенко проходит, идет торговля Украины с Россией в обход санкций России с Украиной, опять же, нефтепродукты из Беларуси, из российской нефти, которые идут в огромном количестве сегодня в Украину. Ну, это, в общем, тема для расследования для вас, для украинских журналистов. Кстати, а про Украину, что об Украине, что знают сейчас в Беларуси? Какая картина вообще украинской действительности представлена Беларусу? Вот проблема в том, что сегодня, да, вот это засилие российской пропаганды в Беларуси, вот, когда мне говорят, что вот, я слышу там от украинских экспертов или еще от кого-то, российских бывает либеральная оппозиция, про то, что Лукашенко некий гарант независимости Беларуси, ну, то есть, кроме смеха, это ничего не вызывает, потому что в Беларуси сегодня уничтожается все белорусское, да, то есть, вот, и это делает Лукашенко. Он это начал делать в 94-м году, когда пришел к власти, и он это продолжает делать сегодня, когда вот есть реальная угроза оккупации, да, со стороны России. Идут беспрепятственно российские телеканалы, которые, вот эти потоки лжи об Украине, они вливаются, да, в уши белорусов. И, там, о некой великой России, да, и, там, и великом мудром вожде Путине. То есть, вот это все, вот это беспрепятственно идет на территории Беларуси. При этом Лукашенко уничтожает белорусские независимые медиа, которые стоят на, как раз-таки, позициях суверенитета и независимости. Вот напомню, что сайт Харти 97, который имел огромную аудиторию, то есть, он сейчас заблокирован в Беларуси. Вы, до того, как мы ушли на перерыв, сказали о том, что сейчас существует реальная опасность оккупации Беларуси, то есть, превращение из протектората, неофициального такого российского протектората, в часть территории Российской Федерации. Действительно, это есть такая опасность? Действительно, она не вымышлена, она не выдумана? Действительно, Россия имеет какие-то планы по военному вторжению в Беларусь? Ну, в общем-то, это не исключено, да, потому что нужно учитывать, что серьезную интеграцию между Россией и Беларусью в военном, в политическом и экономическом плане, да, то есть, но я бы сказала, что возможно, возможно, да, не исключена такая вероятность, что то, что сейчас происходит, вот эти, активизация этих разговоров об оккупации Беларуси, это может быть какая-то совместная белорусско-российская операция по поднятию рейтинга Лукашенко, да, то есть, потому что параллельно с этим все стали говорить, что нет, Лукашенко там что-то, там он отстаивает, он будет бороться, и я сегодня слышу на Западе абсолютно такие глупые, да, утверждения со стороны, там, в общем-то, достаточно серьезных чиновников, там, политиков, там, экспертов, что, ну, вот вы знаете, вот если вот, мы, конечно, понимаем, что там вы, там, боретесь за свободу в Беларуси, да, что вот у вас диктатура, но вот если все-таки вот сейчас убрать Лукашенко, ну, тогда этим обязательно воспользуется Россия, и она точно захватит Беларусь. Ну, то есть, это вот просто вывернутые мозги, да, то есть, это просто, я просто не понимаю вообще, как можно так мыслить, потому что Беларусь под управлением Лукашенко, она всегда представляет опасность для всех, для Украины, для Польши, для Литвы, для Латвии, да, то есть, вот, именно потому что диктатура, диктатура, она всегда агрессивна во внешней политике, она агрессивна внутри страны, и она всегда агрессивна во внешней политике, и не может быть Беларусь каким-то там тихим островком, да, потому что все равно Лукашенко зависим от России, в любой момент Россия захочет, может его поменять, интеграция огромная, сильная, русские войска могут, и размещаются на территории Беларуси, и могут, если будет на то желание Путина с территории Беларуси нападать на соседние государства, я думаю, что в Украине это хорошо знают, и поэтому вот как можно не понимать, что сегодня самая главная цель это освобождение Беларуси от диктатуры, что только демократическая, свободная Беларусь может быть действительно безопасной для соседних стран, для всего региона, вот, и поэтому вот об этом нужно говорить сегодня, о том, что, потому что беларусы борются за свободу на протяжении 25 лет, в общем-то, и огромная, постоянно происходит демонстрация, споряются результаты там, фальсификации итогов всех выборов практически, поэтому, как бы, достаточно славная история у беларусской оппозиции, я бы сказала, конечно, она пока не привела к победе, но она не позволила совершаться еще более страшными вещами, чем все, что происходит сегодня, и поэтому я бы смотрела сейчас, думала бы о том, как бы, не от... как вот нам с Лукашенко там вот как-то бороться с Путиным, да, это смешно, а как нам освободить Беларусь от лукашизма, и, в общем-то, это будет очень серьезный удар по Путину. — Как Западу может помочь? При условии, что Лукашенко давно персона нон-грата в нормальных цивилизованных странах. Он включен во все возможные санкционные списки, его не принимают, с ним не считаются, и все прекрасно понимают, никто не признает результатов всех этих выборов. Есть ли какая-то надежда на то, что Запад действительно сможет помочь Беларуси пройти этот путь от нынешней ситуации, от авторитаризма Лукашенко к нормальной человеческой европейской демократии? — Ну, очень хочется в это верить. Мы, как бы, вот, если брать сайт, тот же сайт Харти, то есть я могу сказать, что мы, например, благодарны очень Польше, потому что мы можем работать сегодня с территорией этой страны, и Польша нас, руководство Польши нас пригласило после того, как вот этот шквал репрессий обрушился на сайт, и предложило поддержку, и это уже очень важно, что вот есть страна, которая помогает белорусским независимым журналистам. И, в общем-то, если бы каждая из стран, которые сегодня имеют хорошее отношение с диктатурой в Беларуси, параллельно задумывалась бы о том, чтобы поддержать независимые медиа в Беларуси, гражданское общество, демократические силы, то, наверное, мы уже имели бы совершенно другую ситуацию. Поэтому, да, вот Запад может помочь таким образом. Украина тоже может помочь таким образом. Например, то есть формировав серьезную информационную политику в отношении Беларуси. То есть необходимо, вот, в конце концов, украинскую, хотя бы в Беларуси шел хотя бы один украинский телеканал. Потому что это тоже очень серьезно может поменять ситуацию в стране. Потому что сегодня идут только русские каналы пропагандистские и белорусские пропагандистские. Если бы шел украинский телеканал, который бы рассказывал о том, что происходит в Украине на самом деле, был бы плюрализм, мнение, если бы там могла выступать в том числе белорусская оппозиция, и звучала какую-то альтернативную точку зрения, это бы имело бы серьезное влияние. То же самое могут быть с радиостанцией, которые будут вещать с территории Украины на Беларусь. Потому что, например, с Польши вещает одна радиостанция, радиорация. Это тоже бы имело большое значение, если бы там тоже могли бы выступать белорусы. Но даже то, чтобы белорусы узнавали от самих украинцев, как они живут в своей стране, то есть это бы тоже имело бы большое влияние. — Как Майдан был воспринят в Беларуси? Как отнеслись граждане страны к революционным преобразованиям в Украине? — Если брать сайт Харти, то у нас тогда аудитория выросла, в день нас читало больше полумиллиона человек, потому что было просто невероятно, уникальных посетителей. Было просто невероятный интерес к событиям, то есть люди болели, переживали, во всяком случае демократически настроенные, и как бы вот из соседних регионов, то есть все, конечно, болели за украинцев. Я напомню, что многие приезжали на Майдан и поддерживали украинцев, и, ну, к сожалению, конечно, и погибли. — На улице Грушевского до сих пор есть флаг независимой Беларуси, не тот, который вот сейчас Лукашенко ввел. — Потому что именно независимая Беларусь тогда поддержала украинцев, и тем более было больно, вот когда Петр Порошенко пригласил нас в инаугурацию Лукашенко. Это был шок. У меня лично был шок. И я потом разговаривала с людьми, и никто не мог понять, как, ну вот, это же революция была достоинства, как можно было приглашать нашего вот этого диктатора, да, то есть вот этого убийцу. Вот это как бы, да, это было странно, скажем так, мягко говоря. Ну а потом, естественно, включилась пропаганда, и российская, и лукашенковская, и которая стала говорить, вот смотрите, если вы будете протестовать, если вы будете бороться, вот у вас будут убивать людей, там, как в Украине. Вот, и поэтому, в общем-то, Сайт Харти ставил свои задачи. Мы несколько лет ввели специальный украинский проект. Мы писали очень много об Украине. У нас была отдельная украинская лента новостей, и мы просто объясняли белорусам, что смотрите, не верьте, это все вранье, то, что вам говорит телевизор. Посмотрите, на самом деле, здесь начинаются реформы, здесь изменения. Посмотрите, какие замечательные люди. Мы стали, я сама стала приезжать несколько раз в год, с 2014 года, встречаться с волонтерами, с политиками, с экспертами, чтобы делать с ними интервью, чтобы показывать белорусам, вот смотрите, да, вот смотрите, какие невероятные люди, которые едут на фронт, которые помогают, которые жертвуют своим здоровьем, своей какой-то личной жизнью, да, то есть, ну, своей жизнью, в конце концов, то есть, ну, они едут, спасают, помогают, и это пример для всех нас. Скажите, пожалуйста, я сейчас в сторону немножко отойду, но просто очень важный вопрос, и для меня, я так подозреваю, что для многих наших слушателей, насколько велика вероятность того, что белорусские власти, верхушка нынешняя в Беларуси, имеет отношение к убийству нашего коллеги и товарища Павла Шереметта? Ну, не исключено такой вариант, что к этому могут быть причастные белорусские спецслужбы, безусловно, потому что Павел, в общем-то, был достаточно известным белорусским журналистом, одним из лучших журналистов в стране, и вот смотрите, то есть, два основных сайта в Беларуси оппозиционных, то есть, там, Хартия-97 и Белорусский партизан, основатель сайта Хартия-97, Олег Бибинин убит, основатель белорусского партизана Павел Шереметт убит, да, то есть, это как бы, как бы, мне такие вещи не всегда не кажутся совпадениями, да, то есть, вот, просто совпадениями, поэтому, конечно, не исключена такая возможность, потому что, ну, и мы знаем, что друга Павла, оператора Дмитрия Завадского в Беларуси убили в свое время, Павел, конечно, тоже многое знал и про режим Лукашенко, и про ближайшее окружение диктатора, поэтому все, может быть, ничего не исключаю. Это ближайшее окружение диктатора, кто эти люди, на что опирается вот этот самый режим? Ну, наверное, конечно, людей, то есть, в первую очередь, там, на его сына, на своего старшего сына, Виктора, вот, потому что, в общем-то, говорят, что практически это он сегодня управляет силовиками, силовыми структурами, вот, что Лукашенко, в общем-то, сейчас уже в силу, там, не знаю, возраста, может быть, из-за того, что прогрессируют какие-то его заболевания, что он меньше времени начинает уделять, в общем-то, непосредственно управлению государством, хотя, говорят, он никогда особо им не управлял, то есть, вот, бывшие его чиновники, они говорят, что он работает буквально несколько часов в неделю, а все остальное время, то есть, он играет в хоккей, он где-то парится в бане, да, то есть, там, еще чем-то занимается, да, то есть, там, не могу сказать, чем, ну, в общем, то есть, человек ведет достаточно такой вот... Жизнь удалась. Да, 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 то есть, эпикурейский у него такой образ жизни, а вот Виктор, да, то есть, это, говорят, очень опасный человек, то есть... Это тот человек, который может стоять за загонениями на оппозицию, за политическими убийствами, за преследованиями людей и так далее? Ну, я думаю, что и сам Лукашенко за этим стоит, да, то есть, вот, но то, что, скорее всего, то, что они могут это делать вдвоем, да, то есть, я не думаю, что там, что-то там происходит без ведома Лукашенко, я думаю, что это совместные какие-то действия. Скажите, пожалуйста, вы сами лично себя чувствуете в безопасности? Ну, а кто у нас сегодня может себя чувствовать в безопасности? Нет, конечно, не чувствую, постоянно получаю угрозы, в том числе в Польше, вот, но все-таки это не так, как в Беларуси, когда было, ну, гораздо опаснее, конечно, там. Какого рода угрозы, от кого, и может, стоит подключить к вот этой истории как раз польские, европейские органы безопасности, полицию, прокуратуру? Ну, я уведомляла власти Польши о том, что происходит там, не знают, что мне поступает угроза, но они анонимного пока характера, вот, то есть, поэтому, конечно, мы держим их в курсе. Сколько человек работает в вашей редакции, и как вообще удается взаимодействовать с теми людьми, которые остались в Беларуси? В редакции в Польше и непосредственно в самой Беларуси. Еще у нас есть корреспондентский пункт в Литве, то есть, работает порядка 25 человек. Информацию, которая приходит из Беларуси в ситуации, когда запрещена хартия 97, и вы, как вы рассказали, о том, что не только на вас охотились, но и на ваших коллег, каким образом удается получать оттуда из непосредственной страны? Я очень поняла вопрос. Из Беларуси каким образом вы получаете информацию в ситуацию, когда вы там запрещены, как хартия 97? Да, но журналисты, которые работают внутри страны, они просто не афишируют это. То есть, это просто, потому что за этим сразу последуют репрессии, ответственность за публикации, соответственно, уголовные дела. Поэтому люди работают подпольно, передают нам информацию, и сегодня, в век информационных технологий, это делать достаточно просто. То есть, это партизанская работа, по-настоящему партизанская работа, быть журналистом, независимым в Беларуси сегодня смертельно опасна. Ну, я бы, как бы, я думаю, что партизанам все-таки было сложнее, да, то есть, во время войны, но, скажем так, непросто, и, безусловно, непросто, и нужно соблюдать определенные правила безопасности, не расслабляться, и понимать, что от этого режима можно ожидать чего угодно. Независимых, честных СМИ внутри страны не осталось, да? Или все-таки можно назвать кого-то, кто там пытается держать удар, кто не прогнулся, не пошел на поводу режима? Безусловно, есть журналисты, которые держат удар, которые не хотят прогибаться, и которые продолжают работать и доносить правду. Ну, конечно же, это сегодня дело от невероятно тяжелого в Беларуси, потому что контроль со стороны спецслужбы огромный. Вот эти вот оппозиционные партии, деятели вот оппозиционной политики, они тоже испытывают на себе постоянное давление? Или чуть проще быть публичным человеком? Нет, я думаю, что давление примерно одинаковое на политиков и на журналистов. Вернемся как раз к взаимоотношениям Путина и Лукашенко. Ведь существует с конца 90-х еще годов, можем сказать, с середины 90-х годов некий вот такой вот наднациональный нарост под названием союзное государство России и Беларуси. В последнее время все чаще и чаще в Кремле об этом вспоминают, готовятся какие-то комиссии по более глубокой интеграции. Вот этот вот смешной человек по имени Дмитрий Медведев все время об этом говорит. О чем идет речь? Действительно, речь идет о попытке какого-то политического поглощения независимой Беларуси Москвой? Дело в том, что политическое поглощение практически оно осуществлено. Совершенно понятно, что никто не считает Лукашенко самостоятельной фигурой сегодня. Никогда не считал. Поэтому, что сейчас происходит? Естественно, я думаю, что в России сегодня не хотят давать Лукашенко денег в том объеме, в котором он привык их получать. Просто хотя бы потому, что во-первых, их нет уже в таком объеме, потому что огромное количество денег уходит на войну против украинского народа, плюс падение цент на нефть, соответственно, экономическая ситуация в самой России ухудшается, плюс все-таки военные операции в Сирии, и необходимость содержать такие сателлитные образования, как Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, то есть Крым. И в этой ситуации, конечно же, на Лукашенко уже нет тех денег, а он их требует. То есть он наглым образом требует, он говорит, что-то угрожает. Поэтому, я думаю, поэтому последовали такие заявления со стороны российских чиновников. Это в том числе попытка указать Лукашенко на его место. Типа, смотри, если ты дальше будешь так трепыхаться, то мы там про еще раз все-таки создадим реальное союзное государство. Хотя сейчас, конечно, очень многие эксперты российские стали говорить о том, что да, есть такой вариант, что Путин в 2024 году хочет возглавить союзное государство. Но есть такая опасность, безусловно. Но опять же, я говорю, что вместо того, чтобы сейчас гадать, а что там думает Путин, а что там есть в голове у Лукашенко или у Медведева, то есть нужно думать о том, чтобы идти к тому, чтобы освобождать Беларусь. Вот в этом решение всех проблем, и это сделать гораздо проще. Как, есть ли простой способ, есть ли план освобождения Беларуси, как это можно сделать? Поддержать белорусские независимые медиа, гражданское общество, демократические силы. должна быть жесткая принципиальная политика в отношении режима Лукашенко, прекратить вот эти заигрывания с ним, вводить санкции за нарушение прав человека, за блокировку независимых сайтов, а не проглатывать вот это все и не обращать на это внимание, как это сегодня делает Запад. Я сейчас попробую выступить в роли такого западного чиновника, который может сказать следующим образом. Хорошо, мы сейчас вообще перекроем кислород здесь со стороны Запада режима Лукашенко, мы сейчас введем дополнительные санкции в отношении самого белорусского так называемого президента и его ближайшего окружения, мы закрутим гайки окончательно, что еще больше и еще сильнее будет толкать его в объятия Путину, что еще сильнее будет сказываться на обстановке внутри страны. А куда уже сильнее? Вот скажите мне, куда уже сильнее? Вы понимаете, вот то, что я вам рассказываю. Дальше сильнее уже некуда. Но сильнее это, то есть, что, ну вот придут российские танки и повесят российский флаг. Так это может произойти в любой момент. Сегодня и при Лукашенко. Он пискнуть не сможет. Понимаете? То есть он может вообще не проснуться. Все что угодно может произойти. Понимаете? То есть потому что и его предаст, кто будет защищать Лукашенко в Беларуси сегодня? Кто? Ну кто? Его сын, который управляет силовиками. Силовые структуры. Понимаете? Армия и силовики не на стороне Лукашенко? Белорусская армия это часть российской армии. Понимаете? Об этом прямо говорят в НАТО. Это часть российской армии. Спецслужбы это тоже часть российских спецслужб. Витя Лукашенко может управлять это какими-то конкретными людьми. Но я думаю, что проникновение российских спецслужб в белорусские спецслужбы оно огромное сегодня. Потому что это делалось и делается на протяжении 25 лет. То есть эти связи с советских времен они не ослабли. И этот контроль колоссальный. Точно так же, как мы знаем, это было и в Украине при Януковиче. И оно вот к чему оно в итоге и привело. Поэтому как бы здесь уже дальше некуда. То есть ставить на Лукашенко сегодня могут только безумцы, которые не видят ничего дальше своего собственного носа и не понимают, что будет завтра. То есть вот это просто политика каких-то семиминутных интересов. Но не более того. Я правильно ли вас понял, что в случае такой, не дай бог, конечно, что в Беларусь зайдут российские танки, офицеры белорусской армии и сотрудники КГБ, Комитета государственной безопасности Беларуси, будут бежать перед ними сами снимать белорусские флаги и вешать российские. Я думаю, что не исключена такая опасность. Я очень надеюсь, что там достаточно патриотов, но боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Потому что за время диктатуры, понимаешь, диктатура, она же сама по себе аморально. Можете себе представить себе приличных людей, таких патриотически настроенных и честных людей, которые будут работать на диктатора на протяжении стольких лет, видя, какие преступления он совершает. Я не представляю. Поэтому моральное разложение, которое есть при диктатуре, оно же в такие моменты и проявляется. Как это моральное разложение сказывается на белорусском обществе, на восприятии зла и добра простыми белорусами? Насколько картина мира у белорусов испорчена вот этой диктатурой бесконечной? Меня больше радует то, что есть люди, которые готовы бороться. И я знаю, что в случае оккупации они будут бороться и с оккупантами. Сегодня они противостоят диктатуре. Кто-то выходит на площадь, кто-то продолжает работать независимым журналистом, издавать книги, писать настоящую, популяризировать настоящую историю в Беларуси, белорусскую культуру, белорусский язык. И вот таких людей в Беларуси за 25 лет стало только больше. И вот это меня радует. Я понимаю, что вот эта нация, она будет жить, она будет бороться, и у нас у всех есть реальный шанс на перемены. Я хотел вот сейчас вновь вернуться к истории с союзным государством. Ведь оно же формально существует уже достаточно давно. Там есть и свой совет министров, который заседает то в Минске, то в Москве. Есть какой-то парламент, который тоже, значит, там даже издает какой-то свой журнал или газету, которым время от времени отчитывается. Я помню, что я в начале 2000-х попал на заседание одной из вот этих вот каких-то структур, совершенно случайно. И они первые полчаса даже не могли понять, о чем им говорить. Они не могли понять, зачем они собрались. Но надо, потому что еще какие-то камеры стоят, какие-то журналисты смотрят на них. И они там с умным видом начинали рассказывать о подготовке то ли к посевной, то ли наоборот к жатве. Ну, короче, какой-то вот невероятный бред. Но, тем не менее, это существует. Какие-то деньги на это выделяются, насколько я понимаю, и бюджетом и Белоруссии, и бюджетом России. Для чего все это существует? С какой целью оно годами, десятилетиями поддерживается в таком полувареном виде? Ну, это может быть просто мина замедленного действия. То есть оно может существовать просто про запас. То есть в какой-то момент это может пригодиться, это можно будет актуализировать. Почему сейчас и заговорили про этот 2024 год, да, и новые возможности для Путина через это. Вот. Но, тем более, время идет, часики тикают, надо бороться против этих планов. Каково отношение в белорусском обществе к Путину и вообще к России в целом? Как на кого смотрят? Как на, не знаю, как вот Россия пытается себя выставить? Старшим братом, а там, я не знаю, центром бывшего советского мира? Ну вот, к сожалению, как раз-таки из-за того, что сегодня ничего не делает Украина, да, то есть вот в плане влияния на Беларусь ничего не делает Запад практически. То есть мы сегодня имеем ситуацию, когда белорусы ненавидят Лукашенко и ненавидят настолько, что уже лучше пусть Путин. Понимаете, вот это страшно. А почему пусть лучше Путин, потому что альтернативы-то нет, да, то есть альтернативной информации. То есть везде идут российские телеканалы, из каждого утюга у нас говорит Путин, да, а независимые медиа либо под контролем власти, либо блокируются как хартия, да, то есть в любом случае доступ к аудитории очень ограниченный. И все, от другой точки зрения нет, другой альтернативы нет. Вот, и вот это страшно, понимаете, поэтому здесь вот, поэтому попытка, то, что я вам говорила, что может сделать Запад, что может сделать Украина, это менять вот эту повестку дня информационную в Беларуси. Есть ли какой-то готовый, понятный план действий у белорусской оппозиции на вот ближайшие выборы, которые в следующем году, или может быть даже в этом пройдут, что парламентские, что президентские, есть ли какой-то готовый ответ на там вероятные, скорее всего, фальсификации, которые скорее всего будут иметь место? Ну, единственный ответ на фальсификацию, это может быть только улица, только протест в условиях диктатуры, по-другому никак, к сожалению, других вариантов не существует, и сейчас идут в президенты достаточно сильные лидеры, это и Николай Статкевич, о котором я говорила, это и Павел Северинец, это тоже такой, один из лидеров белорусской оппозиции, который тоже провел несколько лет и в тюрьме, и на фактической каторге, на химии, лес валил в Витебской области, то есть, и вот эти люди, я в них, в принципе, верю в то, что они не просто смирятся с фальсификациями, что они будут бороться, что люди могут за ними пойти, пойдут за ними. Для белорусских граждан насколько узнаваемы лица из оппозиции, или наоборот, неузнаваемы? Ну, в условиях, конечно же, постоянно давление и уничтожение независимых СМИ, это, конечно, сложно, у нас же нет независимых телеканалов, как это в Украине было всегда, то есть, в общем-то, тут украинцы должны понимать, что ситуация в Беларуси настолько тяжела, насколько никогда не была в Украине ни при Кучме, ни при Януковиче, к счастью. Вот, и поэтому, как бы, естественно, то есть, узнаваемость, может быть, не самая широкая, но сейчас, вот, век интернета, того, что люди хотят знать, хотят знать сами альтернативу, то есть, шансы для популяризации своих идей, особенно при построении правильной стратегии, то есть, они есть. Мы уже поговорили о том, что для многих даже Путин был бы предпочтительней Лукашенко, а вот ориентация на Европу, насколько она заметна или, наоборот, незаметна в беларусском обществе, все-таки, ну, Беларусь, действительно, я понимаю, что это фигура речи, но фигура речи имеющая, в общем, все основания для существования, что Беларусь это самый центр Европы, ведь так оно и есть, по крайней мере, географически. Исторически Беларусь была частью Европы, я уверена, что мы вернемся в семью европейских народов, совершенно понятно, что Беларусь это не младший, не средний брат, да, то есть, у России, то есть, так было исторически, в общем-то, даже если мы будем говорить славянские общие корни, то, в общем-то, беларусы больше балтославяне, вот, и поэтому здесь абсолютно, естественно, путь Беларуси, это только в Европу, вот, только в Европу, и я уверена, что мы там будем, если говорить, после, в первую очередь, нам, конечно, нужно освободиться от диктатуры, а дальше, я думаю, что Беларусь обязательно станет, в том числе, членом Европейского Союза. Почему Лукашенко не пошел в сторону Европы? Почему он однозначный выбор сделал в пользу России? Ну, потому что он диктатор, потому что, ну, как может диктатор пойти в Европу? Потому что Европа, они же, там же люди живут, в общем-то, включая президентов по определенным нормам, да, то есть, ты должен проводить как минимум участвовать в выборах, да, то есть, выигрывать эти выборы, выше двух сроков не имеешь права баллотироваться, да, то есть, ну, свобода слова, опять же, неподконтрольность судов, да, парламента тебе, то есть, Лукашенко все это уничтожил в 94-м году, когда пришел к власти, да, ему понадобилось 2-3 года, чтобы это все уничтожить и узурпировать власть. Не было бы России, не было бы никакой диктатуры? Безусловно, потому что все, все это осуществлялось на российские деньги. Спасибо вам большое, благодарю вас, напомню, Наталья Радина была гостью сегодняшней программы «Мое слово», главный редактор портала «Хартия-97». Ну что ж, на этом мы уже прощаемся с вами. Всего доброго, счастливо. Радио НВ.